В парке на улице Новоселов вот уже несколько дней вовсю кипит работа. С октября по декабрь проводилось голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». И парк по результатам голосования рязанцев занял одно из первых мест. Реализация проекта «Детский городок» полностью завершит парковый ансамбль, гармонично дополнив сквер Скобелева, что находится на другой стороне улицы. Мы делаем сейчас правую сторону парка Скобелева. То есть концепция благоустройства предусматривает взаимосвязь с тем парком. Та аллея, на которой мы стоим, будет расширена до 11 метров, как напротив. Мы видим отсюда фонарики вот эти беленькие. Они сюда перейдут, свяжут два парка. Помимо композиционного построения новых дорожек и лавочек, здесь добавится зелень. У нас планируется высадка порядка тысячи зеленых насаждений. Это и живая изгородь вдоль всех дорожек, и организация вишневого сада, дополнительная посадка деревьев. По замечаниям жителей сажаем не одного-двух лет деревья, а трех-пяти лет, чтобы сразу обеспечить тень для отдыхающих. Сейчас мы видим работы по удалению аварийных деревьев. Тополя, которые вырезают, согласно экспертизе, уже грозили обрушением. Под снос попадут еще шесть рябин, признанных аварийными. Но впоследствии эти вынужденные зачистки компенсируют сполна. В парке высадят кустарники и вишневые деревья, уже взрослые, что ускорит процесс создания полноценной зеленой зоны. Что касается детских площадок, пространства для игр здесь станет значительно больше. Здесь три детских площадки для маленьких от одного до трех лет. Подразумевает там песочницы, маленькие качалочки. Далее будет отдельная зона для детей 3-7 лет. Ну, это уже средние высоты горочки и так далее. И площадка с большим таким игровым комплексом, с горками для детей 7-12 лет. То есть три таких тематических зоны. Парк давно требовал обновления. Беспокоило местных жителей качество дорожек. И заброшенные объекты на этой территории. Построенная в советское время крепость уже давно находилась в неухоженном состоянии. И не использовалась для развлечения детей. Здесь был замок, в котором собирались молодые люди непонятного там поведения. Сейчас там будет детская площадка, где можно будет детям маленьким развлекаться, там покататься. Завершение работ планируется к 31 сентября. Всего на благоустройство парка выделен 31 миллион рублей. Совсем скоро в этом парке найти себе занятие по душе смогут жители района любого возраста.